здравствуйте мои дорогие очень рада встретиться с вами на моем канале в сегодняшнем видео я покажу вам вторую часть моей парфюмерной коллекции да а думала в одно это все видео собрать или на две части разделить ароматов много их 60 штук поэтому чтобы вы не устали не утомились смотреть это все за раз все-таки на две части разбила сегодня вторая часть все ссылочки будут в описании все заказано из прекрасного магазина парфюмерии косметики рандеву так что разворачивайте описание и кликайте по всем ссылкам все обязательно вам оставлю также скидочный промокод на 10 процентов обязательно его используйте при своих заказах на рандеву если хотите отменять процентную скидку то вступайте в мои совместные закупки ссылочка самая верхняя в описании подписывайтесь на телеграм-канал все подробности сообщу там ну и давайте приступать к сегодняшнему обзору всем желаю приятного просмотра дальше о чем мы с вами поговорим а miracle конечно от ланком еще один любимейший мой аромат я не представляю без него свою парфюмерную коллекцию это пахнет волшебством это пахнет чудом потому что иначе как чудо это назвать нельзя потому что я не понимаю как они вроде бы из обычных стандартных ингредиентов и нот создали это волшебство как они уловили вот эту рецептуру да вот сколько чего нужно положить каких пропорциях чтобы получилось это неземное великолепное изысканное чудо затарилась я соточкой чтобы прям вот надолго а до этого у меня 30 миллилитров был флаконный из расходовала просто вот так вот за лето просто вот и все-таки спрашивали меня господи что у вас такое что это чем это так пахнет летом я вот вся прям глухала им я такая то мир около таланкова это это красота звучит какими-то цветами плюс личи и чуть-чуть кислиночкой непередаваемо красиво я не могу передать как пахнет этот аромат он пахнет волшебством его нужно просто вдохнуть потому что описывать его это это бесполезно это будет недостаточно не существует таких слов чтобы вы описать дальше у меня два небольших недоразумения недоразумения в том плане что каких-то микроскопических просто объемах у меня это прелесть существует в парфюмерной коллекции когда я закончу свой ремонт и закрою все ваши парфюмерные хотелки я обязательно эту ошибку исправлю я закажу максимальные вариации флаконов сколько там 100 200 будет неважно я закажу потому что это тоже наилюбимейший мой аромат две версии шанель габриэль и версия шанель габриэль эссенс сначала причем я заказала эссенс влюбилась а потом узнала что есть еще и классическая версия и ее тоже заказала и они мне обе очень нравятся до безумия могу причем днем спокойно носить версию эссенс да она более такая насыщенная более желто цветочная это более легкая давайте я сейчас напомню себе какими прекрасными желтыми цветами это пахнет желтыми и белыми цветами и цитрусовыми это потрясающе красиво нужно обязательно обязательно эту ошибку исправлять да это идеально будет для дневного применения чуть-чуть капнула нельзя нельзя чтобы это пропадало ни одной капли насколько это роскошно это очень стойко это очень ароматно два пшика от вас будет пахнуть сутки дорого красивыми желтыми цветами красивее желтых цветов я в парфюмерии за свой огромный опыт не встречала сколько у меня уже опыт изучения парфюмов я даже не знаю даже со счета сбилась надо будет как-нибудь ради интереса посчитать да все в своих заказах мне кажется где-то к 1000 ароматов то точно скоро приблизится и вторая версия эссенс да более такая уже насыщенная более как бы вечерняя но я спокойно днем ношу ее более такая обволакивающая более густая более насыщенно желтоцветочная и да мне очень комфортно особенно в диме сезон да в этом парфюме ходить я помню как-то нанесла его однажды целый день ходила гуляла и сама себе не верила как от меня божественно пахнет поэтому да я очень-очень всем советую этот прекрасный аромат в обеих абсолютно версиях то есть версия эссенс она не горькая не тяжелая она вполне себе дневная она просто более густая более насыщенная в ней поменьше цитрусовых следующий парфюм гипноз от ланком многое здесь испшикала потому что я тут покоряла как-то прошлым летом одного ухажера и до хотела его загипнотизировать и он меня спросил чем это тебя пахнет ягра называется гипноз так что гипнотизируйся мы смеялись очень над этим но он сказал да это что-то какой-то аромат прямо очень необычные я прям сейчас с ума сойду как от тебя пахнет я помню села к нему в машину и вся машина через несколько секунд пахла этим гипнозом здесь потрясающая пассифлора нет аналога этому аромату поэтому если любите если знаете то заказывайте обязательно потому что это либо снято либо собираются снять до что-то такое а если еще не пробовали то я не знаю как вы с этим живете потому что но это роскошно да это сумма сводящий это уже такой какой-то магический аромат уже здесь не цветочки не фруктики нет здесь такая страстная сумасходящая гипнотизирующая какая-то наркотическая даже пассифлора дальше почему мы с вами пойдем это пьюр по зону диорда моя мечта юности которая осуществилась пахнет это белыми цветами причем такими ядовитенькими такими прям горькими белыми цветами с такими с характером такими стервозными белыми цветами очень стойкий аромат одновременный был цветочный одновременно и горький да но красивый мне кажется самый красивый в этой линейке на мой вкус я по крайней мере могу его носить остальные версии я носить не могу они для меня слишком тяжелые слишком ядовитые а это вроде бы ядовитый да но я могу его переносить, мне в нем комфортно. Тоже вот если хотите прям вот характерный, характерный такой быть женщиной, такой властной, такой немножко даже стервочкой, то обязательно этот аромат должен быть, должен быть. Никто с вами не посмеет как-то, знаете, спорить, как-то конкурировать. Все будут понимать, что хозяйка, хозяйка пришла. Примерно так. Дальше, следующий аромат в моей коллекции Armani Code, да, тот аромат, который я почему-то вообще не использую. Я, наверное, только вот два пшика за все время использовала. Я не знаю почему. Ну, парфюм-то классный. Парфюм пахнет горьким апельсином. Просто апельсином. Ой, он прям горький. Он очень похожий для меня на Pure Poison. Да, нет, он классный. Чтобы не придушиться от этой горечи, не наносите вот сюда, да, близко. То есть, либо сзади под волосы, либо как-то вот сюда, вот в эту зону. Потому что это, да, это очень интенсивно, это горько. Ну, причем, здесь такой потрясающий горький апельсин. Ой, он сумасходящий. Да, тоже для женщины-соблазнительницы, для женщины-стервочки, для женщины такой богатый, с каким-то, таким, знаете, смоки-айс мейкапом. Такой вот какой-то очень плавный, такой самодостаточный, самодостойный вот такой вот какой-то, да, знающий себе цену. Такой вот коварной соблазнительницы. Дальше, что мы с вами посмотрим, что у нас еще осталось? У нас осталась с вами C, да, версия Intense. То есть, классическая линейка версии Intense. Это тоже пахнет черной смородиной, но пахнет это теплой, сладкой черной смородиной, как будто бы это какой-то нектар, да, из черной смородины. Какое-то даже, может быть, варенье из черной смородины. Ну, вот как-то вот так это пахнет. Но только варенье из черной смородины, это оно не пахнет настолько ароматно, оно не пахнет свежими ягодами. А здесь свежие ягоды, сочные, теплые, но просто утопленные вот в какой-то, в каком-то таком расплавленном сахаре, да, теплом. Вот так это пахнет. Тоже очень красиво. Эти две версии, они не заменяют друг друга, они абсолютно разные, поэтому они у меня в обязательном порядке обе в моей парфюмерной коллекции. Дальше у меня еще один бюджетненький цитрус. Это маскина, да, чип-н-чик, а причем это у меня уже гриппфрут. Мы с вами поговорили об апельсине, о двух мандаринах, и, конечно же, про гриппфрут я совсем забыла, что это тоже мой любимый шицитрус, да. Их у меня три любимых. И вот здесь вот прекрасный, бюджетный, но очень красивый такой гриппфрут, ой, от которого просто можно сойти с ума, насколько он классный. И он, кстати, стойкий и шлейфовый, и он очень поднимает настроение. Здесь помимо гриппфрута еще апельсин содержится, но в основном это гриппфруты. Ой, как же это чудесно! Почему у меня версия только вот такая? Вот почему у меня... Это 30 мл, а не 250. Я не понимаю. Потому что это удивительно, удивительно красиво. Ой, он такой здесь сочный, он такой здесь яркий, он прям вот насыщенный. Все, не даром будет, да, нанесете его, и будете прям благоухать. Дальше следующее, что мне хочется с вами посмотреть, это Хлоя, розы с до Хлоя. Была у меня маленькая версия, я ее продала и заказала большую. Это очень нежные, красивые, натуралистичные, садовые розы. Никакой болгарской здесь маслянистой розы нет. В общем, если вы любите то, как пахнут букеты роз, да, нежных, то обязательно закажите этот аромат. Он нежный, он теплый, и здесь такая красивая, такая натуралистичная роза. Никакой химозности, никакого пластика. Это один из первых розовых ароматов в моей парфюмерной коллекции, но он остается неизменным, потому что он прекрасен, и его ничем не заменить, и лучше него ничего и нет. Поэтому, да, нежная, прекрасная садовая роза, это вот это. Причем она такая не холодная, да, она прям вот, и не слишком теплая, и не слишком прохладная, вот прям так, как надо, вот как будто бы из букета. И еще одна у меня розочка, да, роз танжерин, называется тоже от Хлоя. Здесь уже роза с танжерином, да, с мандарином. То есть роза здесь теплая, она здесь цитрусовая, она здесь с мандарином. Господи, почему я давно так не пользовалась этими духами? Они же такие потрясающие, они, кстати, недорогие. Тоже очень красивая, 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 нежная роза, причем такая антидепрессивная из-за цитрусовых в составе. Дальше мы с вами перейдем к Шапар. От Шапар у меня из линейки Хапи Шапар два аромата. Это роза, тоже нежная, тоже садовая, тоже очень красивая, ну, чуть-чуть, может быть, в ней побольше характера, да, чем вот в прошлых розочках. Хотя это прям вообще были нежные, невесомые, но здесь тоже мне много комплиментов делали по поводу этой розы. Хорошая, стойкая, но такая уже чуть-чуть более маслянистая, как будто бы немножечко здесь добавлено розовое масло. Ой, но она очень стойкая и такая притягательная, можно прям вдыхать ее бесконечно. Очень качественная, стоит недорого, поэтому, опять же, если любите розы, то вам сюда. Второй парфюм у меня из этой линейки, это Бегорадия, пахнет цитрусовыми, красивыми, то есть это очень такое поднимающее настроение, заряжающий аромат, аромат бодрости, аромат счастья. Здесь очень красивые цитрусы, даже с какими-то классными травами, это изумительно хорошо. И здесь такие флаконы, классные в этой линейке. Мы с вами обозревали лимон, но версия лимон, она не совсем моя, вот эти два парфюма, это прям мое на 100%, причем я даже без Z-Test покупала этот парфюм, исходя из нот, и прям это попало 100% в мой вкус. Дальше еще одна роза в моей коллекции, это Монсера Pink Roses, очень натуралистичная роза, классный их стандартный флакон, крышка здесь откручивающаяся, тоже вроде розы, но совсем другие, не маслянистые, но очень активные, очень стойкие, такие прям яркие-яркие, и очень ароматные, никакой здесь нежности нет, вот они какие-то как будто бы красные розы, такие вот страстные, шикарные, но они не горькие, не сладкие, люблю-люблю этот парфюм. Дальше от бренда Монсера у меня есть аромат Сицилии, здесь магнитная крышка, аромат, который пахнет изначально цитрусовыми, да, то есть начинаются, здесь начальные ноты, здесь цитрусы красивые, это апельсин, а потом это все немножечко успокаивается, и база здесь такой классической становится. Да, очень красивые цитрусы на старте, и очень сильно меняется этот парфюм, то есть он дает вам заряд вот этого позитива, бодрости, а потом немножечко успокаивается, и дальше вам просто спокойно и комфортно в этом парфюме. Но цитрусы здесь прям-таки тоже натуралистичные, очень-очень качественные. Дальше еще один парфюм у меня от Шапар, уже премиальная линейка, зеленый такой, изумрудный флакон, да, с золотой тяжелой металлической крышкой, вообще, конечно, флаконы у них это что-то. Жасмин Мак Холл, поскольку я очень люблю жасмины, я тоже, конечно же, позарилась на этот аромат. Здесь тоже очень красивый жасмин, только он здесь помягче, чем в Лилабо, но похож, похож-похож. Ну и стоит, конечно, не 35 тысяч, как Лилабо, хотя они, конечно, отличаются. Это женственный, красивый, очень жасмин, который я просто обожаю и никогда с ним не распрощаюсь. Очень счастлива, что у меня есть этот флакон, потому что здесь жасмин тоже такой, настоящий, такой реалистичный и ничего, кроме него, здесь не надо. Я говорила много раз, как мне хотелось бы моножасминовый аромат, потому что эта нота, она мне нравится и она мне кажется очень самодостаточной. Ну и вот два аромата я нашла и включила их в свою парфюмерную коллекцию. Дальше, следующий аромат у нас Лакост Парфан. Давайте посмотрим. Все его знают, все его любят. Недорогой аромат, но такой классный. У меня здесь 90 мл максимальная версия, ну потому что это преступление парфманьяку, парфколлекционеру не иметь этот аромат или иметь какой-то маленькой версии. Это универсальный аромат, который подойдет вообще всем, понравится всем, он подойдет и на повседневную носку, и подойдет на какие-то особые мероприятия, просто чуть-чуть побольше, да, его на себя нанести. Если вы идете устраиваться на работу, не знаю, если вы идете в ресторан, если вы идете за покупками, если вы идете просто гулять, вообще абсолютно везде он будет уместен. И вам в нем будет так хорошо, и окружающим будет так хорошо. Кто-то его считает очень сексуальным, но для меня это вот какой-то комфортный, такой летящий, легкий аромат. Дальше. Парфюм, который я израсходовала полностью в версии 30 мл. Потом купила себе большущую версию 75 Leaf Irresistible Rose Crusher Givenchy. Потом что-то у меня был какой-то бзик, я его как-то послушала, когда чистила свою парфюмерную коллекцию, думаю, надо его убрать из парфюмерной коллекции. И убрала. А тут недавно стала эту коробку перебирать с теми парфюмами, которые я продаю. И такая думаю, ну, пшикну его. Пшикну, и думаю, боже мой, Олеся, ты что? Что с тобой было не так? Как ты могла хотеть его продать? Это же очень красивые теплые розы. Какое-то тоже варенье из роз, из розовых лепестков. Вкусные сладкие розы. Точнее, нет, не варенье, неправильно. Не в этом случае это было не варенье, не в этом, да? И не в этом случае это не варенье. Лепестки роз в теплом жидком сахаре. Вот так это. Либо с кусочками сахара. Вот как-то так. И здесь тоже это в сахаре. Но не варенье, это не переваренное, это не пахнет с вареньем. Очень стойкий аромат, очень красивый, теплый такой, прям сладенький даже. Дальше следующий у меня аромат это L'Aveille Belle in Rose. Мне нравится эта версия больше всех остальных версий, да? Больше классической версии, больше версии Eclat. Красивая, нежная, очень мягкая, при этом теплая роза. Такая дорогая и очень-очень комфортная. Вот она как будто бы здесь сглаженная. Такая мягкая, мягкая и очень комфортная. И все так вот вокруг нее такое окружение сложено, что делает ее мягкой, теплой, такой обволакивающей, очень уютной. Вот это вот такая роза, да? Совершенно другая. Все розы у меня в коллекции разные абсолютно. Дальше следующий у меня аромат вот в маленьком таком флакончике от Chopard называется Orange Morescue. И это пахнет апельсинами. Тоже когда-нибудь буду носить этот аромат в своей сумочке, но пока мне жалко это делать. Но это пахнет красивыми, горькими, натуралистичными очень красивыми, очень стойкими, потрясающе роскошными. Дальше следующий парфюм тоже от Chopard. Давайте уже закончим с этим брендом. Это Vish у меня от Chopard. Вот такая золотистая версия. Тоже много я о нем говорила и надолго останавливаться не буду. Аромат комфорта, аромат дневной, повседневный, роскошный, спокойный, не супер шлейфовый, не супер стойкий. Но вот он для меня вот чем-то по характеру на Lacoste Parfum похож, потому что вот так же в нем хорошо, спокойно, уютно. И он очень универсальный. Он вас не придушит, не придушит никого вокруг. Всем будет с вами очень хорошо. Даже не объяснить, чем он пахнет. Просто какой-то женственностью, элегантностью, при этом легкостью. Такой легкий, легкий, комфортный аромат. В стиле Lacoste Parfum. Дальше есть у меня еще одна роза от Bulgari Rose Gold Blossom Delight. Разные у меня были версии, но вот это единственное, что у меня от этого бренда сейчас осталось. Все остальное как-то мне подошло меньше. Тоже красивая, дорогая, качественная роза. Немножечко такая как будто бы замыленная, но в хорошем смысле. Ой, нет, комфортная. Вот она похожа на Lavia Belle in Rose. Они прям очень сильно по направленности похожи. Обе комфортные, обе мягкие, ароматные, нежные и теплые. Дальше мы поговорим с вами о вишнях. У меня их две, слава тебе, господи. Intense Cherry у меня от Montal есть. Большая вот такая версия. И я так счастлива, потому что это очень красивая вишня. Такая хрустальная, прозрачная, очень легкая, нежная, ничего похожего с Tom Ford Lost Cherry. У меня причем две версии, у меня еще 15 миллилитров есть, да, или 20, как-то так. Тоже я как раз ее добью когда-нибудь. Это идеальная, идеальная, роскошная вишня. Я заказывала аромабокс вишневый, и это то, что мне понравилось больше всего. Это то, что я захотела моментально заказать в полноразмерной версии. Это очень комфортная, натуралистичная, легкая, свежая вишня. Можно вдыхать просто не останавливаясь. И еще одна у меня вишня от бренда Анжелин. Хьюг Черри, да, называется большой. У меня флакон, 100 миллилитров. Здесь уже такая более насыщенная вишня, но тоже не похожа на Tom Ford Lost Cherry. Она уже такая, ну да, немножечко алкогольная, более такая, такая сочная, с какими-то более хищными нотками, но опять же, не горькая. Просто такая более томная, более соблазнительная, более обволакивающая и густая. То есть, если та легкая, прозрачная, то здесь, ой, густота. Крышка, кстати, магнитная. И вот такая обволакиваемость. Дальше. Следующий аромат у нас с вами тоже от бренда Анжелин. Называется Shadow. Это аромат невесомости, легкости, свежести, комфорта. Такой молекулярный аромат, да, в стиле вот всех молекул, в стиле первой молекулы и вообще в стиле вот всех вот этих свежих молекулярных ароматов. После прошлых активных ароматов это практически не ощущается. Но это аромат легкости, чистоты, какой-то свежести, невесомости, прозрачности, девственности, невинности. И причем он очень качественный, он такой многогранный. И он непростой, такой неплоский аромат. Ну и последнее, что у нас с вами остается, это Prada. И у меня этой Prada на мою большую радость много. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять колеконов. И я просто счастлива. Первый аромат, который у меня появился, да, все они из коллекции Infusion, это роза. Роза самая-самая хрустальная, самая прозрачная, самая водянистая, самая невесомая. Именно вот это в моей коллекции. Я помню, когда у меня была кошка, котеночек, помните, персиковый. Я когда ее отдала в добрые руки, мне потом ее хозяйка писала, господи, как она пахнет вкусно, чем вы ее надушили. Я говорю, да это я сама надушилась и ее обнимала. Господи, что это за аромат? Какой волшебной розой это пахнет, нежнейшей, да, то есть самая-самая нежная роза на свете это вот роза от Prada. Дальше Fleur de Oranger. Вот такая версия у меня. Очень красивая, теплая. Здесь медовые цветы и теплые апельсины и мандарины. Легкая нежность, невесомость, но при этом она какая-то такая обволакивающая, да, и вы вот в этом флоре каком-то невероятном, цветочно-медовом. Тоже много было комплиментов на этот аромат. Он очень комфортный, но при этом он очень стойкий, шлейфовый, что удивительно. Дальше у меня есть еще одна версия, да, Fleur de Oranger, но другого года. Такая более, это оранжевая, насыщенная. Чем-то похоже, но и разница тоже есть. Здесь больше цитрусовых, меньше здесь медовости, меньше здесь вот этих цветов. Но обе версии красивые, они отличаются, и поскольку мне нравится этот аромат, я себе заказала обе версии, оставила их. Дальше у нас здесь Infusion мандарин есть, тоже красивый, прозрачный, хрустальный мандаринчик, прекраснейший. Он такой, знаете, пудровый мандарин. То есть, если у нас до этого были мандарины вот этот на молекулярной базе, да, мандарин от Аквали Горья был очень насыщенный и с базиликом, да, с зеленым, то этот такой нежный-нежный мандарин, легкий и комфортный. Дальше Infusion до Тубероза, как же я мечтала об этом аромате. Да, красивая Тубероза, просто волшебная. Такой невероятный цветок, нежный-нежный, легкий-легкий, но такой роскошный, такой, как будто бы не из этого мира. Тоже нежный, обволакивающий аромат, но очень стойкий. Следующий аромат у меня ирис, причем у меня два ириса, да, разных годов. Они очень похожи, но есть небольшое отличие, поэтому я берегу обе версии. Чудесный ирис. Чудесный, роскошный, пудровый, нежный-нежный, такой невесомый, обволакивающий, делающий вас каким-то просто божественным существом, каким-то ангелом. И второй ирис. Тоже очень похож, но он чуть потеплее. Тот попрозрачнее, да, попрохладнее, это чуть потеплее. Но они оба похожи, в принципе, взаимозаменяемы, но из того, что я опять же люблю, ирис, я оставила обе версии. Дальше, следующий аромат у меня от этой линейки, это Infusion de Vanille, это аромат унисекс, к моему сожалению, потому что я не очень ношу на себе унисексовые ароматы. Мне бы хотелось, чтобы он был более женственный, чтобы ваниль была именно женственная, но тоже красивый, он все равно красивый, несмотря на то, что это унисекс, поэтому я его тоже себе оставила. Но здесь очень много черного перца, и именно вот эта нота придает ему унисексовости. И вот по мне, я бы убрала бы этот черный перец, и это была бы женственная ваниль, и мне было бы вот прям максимально комфортно в ней. И последний аромат на сегодня, и в этой линейке, это ирис цедры, тоже унисекс, в таком сером флаконе. Здесь ирис на древесной базе, тоже очень классный, более характерный, но для меня очень комфортный и носибельный. Хороший, нежный аромат, при этом стойкий, прекрасная кедровая база, и нежный пудровый ирис. Ну вот и все на сегодня. Да, ароматов было много, поэтому разделила на две части все-таки это видео, чтобы вы не устали смотреть. Спасибо вам большое, что провели это время со мной, надеюсь, вам было интересно, да, вот вся моя парфюмерная коллекция, мое богатство, моя роскошь, мое счастье, моя радость, это то, что меня очень вдохновляет. Будем продолжать открывать для себя новый аромат, и я для вас следующее видео обязательно сделаю о своих парфюмерных хотелках, покажу вам, что я планирую заказать в ближайшее время, после того, как с вами со всеми разберусь с вашими хотелками, да. Все ссылочки вы найдете в описании под видео, оценивайте, пожалуйста, это видео лайком, пишите что-нибудь хорошее в комментариях, пользуйтесь обязательно моим скидочным промокодом на 10%, чтобы хорошо сэкономить, если будете сами делать заказ, а если хотите моей помощи и 30% скидки, то подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет самая верхняя в описании. Подписывайтесь на все мои каналы и соцсети обязательно, я буду вам очень рада, и встретимся здесь в моем следующем видео. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok